привет как твои дела с тобой дава дым и сегодня у нас на обзоре продукция от компании джинель джинель платиновая линеечка которой мы сегодня с тобой поговорим и я попробую тебе объяснить что это такое но для начала давайте немного общей информации чтобы мы уже с тобой хорошенечко все понимали о чем у нас с тобой сейчас пойдет здесь речь у меня был выпуск про генель вот здесь там мы обозревали линейку black и линейку gold но все равно давай сегодня я тебе попробую немного напомнить если тебе лень тыкать туда линейка black довольно таки крепкая но получилось она не очень на самом деле она очень била по горлу и не обладала такой крутой аромкой как обладала линеечка гол то есть из крайности в крайность непонятно куда ребята это поняли потому что многие блогеры обзорщики да и просто потребители дали понять компании генель что возможно где-то в европе это нормально закатывает это курица все очень круто как бы подстроена под их интересы но интересы россии снг крайне отличаются от того что курят там поэтому они сделали платиновую линеечку да ты все правильно понял я чувствую как ты про себя сейчас сказал а это типа середина да это середина взяли лучшее из голда взяли лучшее из блэка все это совместили и получилась вот такая вот обойма мы эту обойму разыграем все что тебе нужно просто подписаться на джинель смог подписаться на аккаунт давос мог оставить любой комментарий под этим видео и отметить там свой инстаграм аккаунт а также поставить лайк этому видео и подписаться на канал папа папа что выглядит это у нас все вот так и несомненно компания джинель генель но я буду говорить джинель мне так удобнее знает стиль знает как круто подать продукт так чтобы он смотрелся дорого при том что продукт не очень дорогой он не оверпрайсовских цен и давайте смотреть что у нас здесь есть у нас есть вот такая вот обойна и у нас здесь есть баночки и вот столько же ты можешь выиграть давайте потихонечку разбираться что касается внешнего вида а по внешнему виду у нас ничего не поменялось со времен голда и блэка как ты уже успел заметить но поменялась упаковочка в принципе и в блэке и голде именно сама типография очень сильно отличалась до того чтобы было легче все это разглядеть на полке в магазине здесь у нас преобладает так хром и прям явно тебе дают понять что друг мой ты держишь платиновую линеечку это не хухры-мухры что у нас есть внутри кстати открываются баночки очень легко у меня вот нет у меня уже нет запечатанной ну которую я бы не открывал а нет есть вот есть запечатана и открывается на гораздо легче чем многие продукты которые тоже закатаны по кругу мы открываем и внутри видим что внутри видим пакетик не как по-бечевски когда вот сюда накладывают табака и у тебя уже табак варится здесь нет здесь есть пакет черный красивый я сейчас вам рассказываю общую информацию о продукте конечно же мое мнение может кардинально поменяться об этом продукте когда я начну это все забивать и уже раскуривать поэтому пока миссия наслаждаюсь моментом от визуала и кайфую как это все выглядит и как это продумано открывается у нас все очень просто вот так вот легким движением руки мы все это открываем и видим что если у нас в линейке гол то цвет табака преобладал golden virginia да это оля дейли хука очень очень светлая такая табачная масса то в линейке black у нас уже был такой знаете берли хороший черненький то здесь я как понял идет какой-то бленд смешали того того и получили уже естественный цвет табака коричневенький как и должен быть без всяких красителей примесей и все остального что у нас по консистенции и по вообще по самому продукту поначалу блять выглядит конечно же все как пластилин но когда ты начинаешь все это примерно раскладывать по баночке ты видишь что табак принципе пропитан достаточно хорошо я вам скажу так а мусор мусор есть есть жилки прожилки веточки возможно найти можно крупные листы на самом деле это не играет большой роли вообще это все точно так же спокойно куриц поэтому я тебе вообще не рекомендую вытаскивать с банки какие-то бревнышки если конечно там не вот такое полено то это все равно также курица максимум ну разрежь что это как бы ножницами и забивай потому что это деньги за которые ты заплатил и за эти бревна и этот мусор ты тоже заплатил у нас есть манго айскрим хорошая сладкая манговое мороженое очень напоминает кто был в турции либо где-то в россии там где-то хавал мороженое вот это да горячий как там холодное мороженое когда туда добавляют манго вот идеально получилось персик довольно таки классический вкус но вот персик здесь получился слишком приторный и слишком такой ненатуральный вкус it's good довольно таки хороший вкус хороший микс иногда такие вкусы очень сложно определить что это потому что нет прямого какого-то описание вкуса но его тоже могу порекомендовать вам а вайлдбери ягодки довольно интересные ягоды хорошие очень большую часть отдают именно малиновым оттенком нежели каким-то другим ягодным для любителей альфа кира меда этот вкус залетит кто прям такой знаете олд олд и хочет что-то прям такое медовое то медовый мишка самое она такой вкус как green love очень интересный очень своеобразный чем-то напоминает мунтайн дью throwback как-то так называется ну короче кто пробовал тот поймет чизы слов аля грубо говоря какая-то аналогия love 66 такой же где-то местами свеженькая для любителей посвежее вот самый раз что может быть добавить мяточки будет прям топчик топчик французский поцелуй я его не пробовал но скорее всего могу сказать что это какая-то выпечка пахнет резиновым пакетом полиэтиленовым пакетом и такой вкус как big brew тоже довольно таки интересные на любителя также скажу но его тоже могу вам порекомендовать ну и конечно же хони мелан дью самая классическая дынька очень похоже на аргелиневскую но не такая прям сочника потому что аргелине дынька была мама не горюй у платиновая линеечки реально собрали очень круто ароматику и очень круто и совместили вместе с табачным листом и получилось реально какая-то золотая середина какое-то золотое сечение но мы сейчас конечно же все это забьем я начну это все раскуривать и там уже потихонечку мы поймем что к чему как же забить как же сделать так что было круто ты просил показывать забил очки я это для тебя делаю поэтому обязательно поставь лайк и подпишись на этот канал если ты еще не подписан мне будет дичайше приятно погнали что у нас есть у нас есть чашка рф к пятидыра и классическая плоскодонная у нас есть платином line есть шилом а также не рекомендую прикасаться к табаку и не тратьте на мыть ее рук и прочее кучу времени посмотрим как этот продукт будет ложиться в чашку насколько он пластилиновые насколько он не пушистый и другие какие-то аспекты по рампам ну на самом деле очень похоже на арджелине прям так прям очень очень не прям приятно и так забивать до табак уже в чашке не пластилинец если конечно его не выкидывать с банки просто пластом то очень очень приятно он так сильно не течет у него не такая большая влажность то есть огромное количество сиропа непонятно для чего вообще его сделали все очень хорошо разравнивается листики прилипают друг другу но не очень сильно в целом работать приятно будет с продуктом не забываем что голдовская линейка забивалась примерно так же а вот уже блэковская была очень сильно пластилинистая за что скорее всего этот продукт и не полюбили вот так вот вот так вот отверстие колодит все как положено ну и в принципе окей наша чашечка забита так что мы греем без колпачка чашечка рф к калау 4 25 угля и давайте попробуем что же у нас получилось чем же нас платиновая линеечка сможет удивить прям что надеюсь таки будет но в нашей культуре бывает абсолютно все вроде думаешь крутой продукт вау упаковка запах фракция табачного листа думаешь все круто а когда начинаешь раскуривать понимаешь что увы но можно было и лучше ну как так а как так короче первая мысля которая пришла после когда я более-менее раскурил уже что что за неприятный аромат что за неприятные оттенки самом начале это не угли это не кальян потому что он чистый и зубы я почистил это тот самый момент когда во многих табачных продуктах есть те самые неприятные первые нотки когда глицерин ароматизаторы это все все начинает подкипать и он выдает вот самую такую неприятную вещь как первые эти ощущения конечно если вы ходите в кальянные в роли гостя то вы этого избежите сто пудов и никогда это не почувствуете потому что обычно это на себя забирает кальянщик кальянный мастер кому как удобно в принципе без колпачка 4 уголечка раскурилась довольно таки быстро табак принимает жар очень дружелюбно так знаете хорошо то есть нет нет той самой грани когда вроде бы еще не до грелся а уже начинает першить потому что начинают листики какие-то выгорать нет здесь такого нету здесь сразу пошла как бы аромка но единственный минус пока мисс на данный момент это неприятный аромат самом старте я уверен что такое будет происходить не только со вкусом мэлан хонидьё дырничка раскрылась приятненькая чуть-чуть такая знаете сладенькая но что с крепостью а ты ждешь от меня это что же я скажу про крепость тут тут а пока мисс у меня двоякое ощущение а нет не двоякое я определился он стал крепким не таким крепким как black и не такой легкий как gold он стал вот реально на этой середине и у генеля это явно получилось найти эту золотую середину он не бьет по горло но при этом начинает немного накуривать я не скажу так что вы его покурить и у вас просто уедут ноги нет он начинает насыщать то есть он довольно таки сытненький каких-то потусторонних привкусов привкусов табачного листа некачественного никотина вот этого нет очень удобно что касается перегрева то перегрева нет немного начинает так попины вать по горлу но это скорее всего та самая крепость назвать его жестким ну никак не получится ну что подводим итоги ребятки генель смоук линейка платинум золотая середина как заявляет производитель оправдала свои ожидания и продукт получился достаточно интересный когда берут что-то легкое берут неудачная крепкая или или по-другому когда берут что-то легкое с неудачными моментами и берут что-то крепкая которая не очень получилось все это совмещает и получается конфетка вот та самая золотая серединка которая я думаю многим зайдет по вкусу но конечно же нельзя отменять вкусовщину скажу так продукт получился годный мне понравилось надеюсь вам тоже понравится если вы сможете где-то его купить о скором времени скорее всего его можно будет много где купить как больших таки в маленьких городах потому что линейка платинум получилось прям сок 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 если же ты любишь что-то полет что у ребят есть очень хорошая линейка gold где ароматика просто на высочайшем уровне а если ты хочешь реально где-то поэкспериментировать и покурить что-то крепкое несмотря уже на те минусы которые были на тот момент в крепкой линейке то линейка black скорее всего возможно что ребята и переработали линейку black и сделали ее более стабильной и более приятной поэтому друг мой я тебя очень ценю я надеюсь на твой лайк и конечно же надеюсь на твою подписку потому что статистика говорит что почти 40 процентов смотрят мои видео не подписавшись что меня очень сильно огорчает с тобой был дава дым джанель смог платинум и конечно же хука прошел город алмата который находится по адресу google от 20 забегай сюда можешь меня здесь нет нет да найти так что пока пока тебя в первую очередь обнимаю